Лето в самом разгаре. Будет ли востребован пляж в нырьянуаре в этом сезоне, время покажет. Метеорологи обещают уже в ближайшие выходные резкое ухудшение погоды. Тем не менее, единственный официально открытый в Ненецком округе пляж есть, и он соответствует всем необходимым критериям по обустройству и содержанию, каким расскажет моя коллега Наталья Кислякова. Для того, чтобы оборудовать пляж, необходимо получить от Роспотребнадзора санэпидзаключение на соответствии с санитарным правилам и условиям безопасного использования водоема. Места как для купания, так и для отдыха должны быть обустроены, а именно предусмотрены ограждения, урны, контейнеры для сбора бытовых отходов, спасательная вышка. Должна быть проведена очистка почвенной территории, дна и поверхности водоема. И это не всё. После открытия пляжа должен вестись мониторинг качества воды по санитарно-химическим, паразитологическим и микробиологическим показателям, а также мониторинг почвы. «Управлением Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу в летний период проводится мониторинг качества воды. Проводится он в 11 мониторинговых точках, таких как река Печора в районе Бондарки, в районе СМУ, в районе бывшей санитарно-лесной школы, в районе речного порта. Проверяются озера. Это Гидроозеро, Комсомольское озеро и Качгартинское озеро. При этом было выявлено, что вода не соответствует по качеству по санитарно-химическим показателям». Но это не значит, что купаться категорически запрещено. Сейчас проверенные водоемы не соответствуют по санитарно-химическому показателю. А именно, присутствует перманганатная окисляемость и зафиксировано повышение железа. По словам специалистов, итог экспертизы не страшен. Это особенность нашего региона. Категорический запрет на купание наступает в том случае, если вода не соответствует по всем показателям. Поэтому оборудовать пляж никто не запрещает. К слову, муниципальный район в этом году уже занялся проблемой его отсутствия. «Есть пляж, нет пляжа. Холодно, тепло, но наши люди закалённые. Купаться они хотят. Лето хотят тоже почувствовать. Поэтому мы запланировали эту работу. В этом году провели торги в мае месяце. Было шесть участников. Востребованная оказалась такая услуга. Много работы подготовительной было проведено. Это и завоз дополнительного песка, это и очистка территории, это очистка дна водолазами, это установка кабинки, туалеты. Есть даже здесь чистая питьевая вода в кулере. Поэтому пляж оборудован для отдыха наших северян». Добавлю, пляж работает с 10 утра и до 6 вечера без выходных. Закрытие намечено на 15 августа. Наталья Кислякова, Антон Водряков, Владислав Носкин, Леонид Шишелов, Вадим Стасюк. Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова